Напоминаю, что мы все еще не знаем, какая судьба ждет YouTube, как и всех нас, хотя мы догадываемся. Поэтому прошу подписаться на Telegram, там ролики точно будут появляться. Ну, настолько точно, насколько возможно использовать это слово в текущей ситуации. Туда даже Дмитрий Анатольевич «Идите в бизнес» Медведев направился. Так что шансов продержаться у телеги явно больше. В общем, ссылка в описании, сейчас это та соцсеть, которую я веду наиболее активно. Подписывайтесь, чтобы не потерять со мной связь. Привет, просветители. На этом канале я очень много говорил о своей предыдущей работе. Если вдруг кто-то не знал, я почти 10 лет отработал в школе. Но практически никогда не затрагивал свою нынешнюю профессию – блогер. Сейчас уже правда звучит не так волшебно и заманчиво, как буквально месяц назад. Да и теперь это уже скорее хобби. В одном из прошлогодних опросов школьники именно блогинг назвали одной из самых желанных профессиональных сфер. Но теперь-то мы знаем, что все эти тунеядцы отправятся на завод. Главное, чтобы на всех заводов хватило. Потому что, можете не сомневаться, работу потеряют не только блогеры. И если что, это не нагнетание паники и раскачивание лодки. Тьфу на таких бузотеров. Президент сам на днях заявил, что уровень безработицы повысится. Так что информация буквально из первых уст. Вообще, конечно, умиляют товарищей, которых безумно вдохновляет тот факт, что какая-то категория людей осталась без работы. Некоторые вон даже видосики снимают по этому поводу. Всем доброе утро. Обращение к блогерам. Так как вы все остались без работы. К счастью или к сожалению, не знаю. Но пора браться за ум. За голову. Поэтому приходите, приглашаем вас. У нас есть вакантные места. Косарями, уборщиками. Рабочие по благоустройству. В общем, заняться наконец-таки делом. Мы вас ждем. Пора браться за ум. Спасибо. Действительно. Ведь среди блогеров нет людей с высшим образованием. Откуда? Только зефирки в рот запихивать. Нет специалистов, которые помогали вашим же детям поступать в вузы, размещая в сети бесплатные уроки. Какие такие уроки? Нет ученых, боровшихся с мракобесием и занимавшихся популяризацией науки. А зачем нам биология, физика и антропология? Нет психологов, которые давали подписчикам советы и делились приемами помощи себе и близким. Ведь давайте признаем, у большинства людей нет. И теперь уже не будет денег на психотерапевта. С другой стороны, не стоит забывать, что вот раньше и депрессии-то не было. Не было в сети и художников, музыкантов и других талантливых людей, которые помогали, опять же, вашим же детям раскрыть свой творческий потенциал. Хотя, зачем творчество, если можно пойти к этому доброму дядечке-уборщикам работать? Да, делали все это блогеры не бесплатно. Но и вы на своем заводе работаете не за идею. А как же патриотизм? Слабо? Бесплатно на благо родине потрудиться. Или это другое? Мысль художник должен быть голодным хороша до тех пор, пока ваш любимый креатор не исчезает где-то там за горизонтом в поисках этого самого пропитания. На этом канале мы с вами уже неоднократно говорили, в каком направлении стоит шагать товарищам с гениальными предложениями работать исключительно за идею. Вон туда. Но, к счастью, существует крутой сервис Boosty, который позволяет авторам зарабатывать на своем творчестве. Здесь все предельно просто. Автор создает контент для самых преданных подписчиков, а те, в свою очередь, поддерживают его платной подпиской. Именно эта регулярность дохода и позволяет автору уделять творчеству гораздо больше времени. Ведь это не единоразовый донат, а стабильный доход. Даже если вы не блогер, а художник, фотограф, музыкант, журналист, а я знаю, что среди моих подписчиков такие есть, Boosty отлично подойдет вам и всем, кто хочет монетизировать свое творчество. Главное, чтобы вам было чем поделиться со своей аудиторией. Для авторов на сервисе просто толпа плюшек. И супернизкая комиссия. И отсутствие НДС для подписчиков. Куча удобных способов вывода средств. Видео. Закрытые чаты в Телеграме по подписке. Русскоязычная поддержка. Еще на Boosty постоянно появляются новые фишки. Например, недавно добавили закрытые стримы для любимых подписчиков. А также реферальную программу, где вы можете приводить друзей и получать процент от их дохода в течение года. Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на Boosty. Много ли было трэша на Ютубе, в Инстаграме, ТикТоке? Безусловно. А в реальном мире? Каждый сантехник – маэстро? Каждый учитель – великий педагог? Любой врач – шикарный специалист? Не, ну в моем мире. Если в вашей ленте были сплошные кривляни и трэшанина, виноваты в этом? Не поверите. Вы. Потому что хороших, качественных, полезных роликов хватит просто с головой. Но это ваш сознательный выбор – смотреть или обращать внимание на Даню Милохина, а не на Арзамас. И опять же, нравится Милохин – круто. Но утверждать, что ничего кроме ТикТок хаоса в этом вашем интернете нет – признак, ну просто очень большого ума. Ну, если популярный Данцовый и Полярный, значит и Булгакова не существует. Второй момент. Для многих грустный и несправедливый. Многие из тех блогеров, которых вы так хотите видеть на заводе и с метлой в руках, уже заработали столько денег, что за их финансовое состояние не стоит беспокоиться. За всю жизнь ни вы, ни я не получим столько, сколько за один прошлый год сделала Блиновская. Вот такая печалька. Так что не переживайте. Она все еще будет жить гораздо лучше, чем вы. Часть из тех самых никчемных ютуберов, над которыми сейчас так весело шутить в комментариях в пабликах ФК, уже не в России. Прикиньте. Нет, они не пойдут на ваш завод. Потому что вашего же внимания к их персоне или творчеству, ну все от блогера зависит. Хватило для того, чтобы мигрировать в загнивающий запад или жаркие тропики. И, наконец, самая печальная информация. Блогеры нужны, в том числе и государству. Опять 25. Если вы думаете, что после блокировки ютуба в каком-нибудь ВК вам перестанут рассказывать, как похорошела Москва при сами знаете ком, ну вы очень наивный человек. А если учитывать, что заработок маленьких блогеров на самом деле сейчас просто испарился, они с радостью будут повторять все то, что вещает телевизор. ТВ 2.0 Но на завод, скорее всего, все еще не пойдут. А даже если и пойдут, то вот эта вот политическая подработка сделает их все равно богаче среднестатистического россиянина. Ну как так-то? Радостные крики, что я и так не летал за границу. А я и не ел в Макдональдсе. А я ничего и не мог купить в Заре. В общем-то, понятны. Бедные люди радуются, что условные богатые наконец-то опустятся до их финансового уровня. Мертвая корова у соседа все еще повод для улыбки. Но проблема в том, что кризисные ситуации еще больше подчеркивают социальное расслоение. Разница между оппозиционным поперечным и блогером с такими же взглядами, но гораздо меньшим количеством подписчиков, в том, что у поперечного была возможность уехать из России, а у второго нет. Вот и все. Если вы думаете, что уход условных фирм А, Б, В, ну а в нашем случае еще Г, Д, Е, ну ладно, в общем весь алфавит используем. Скажется только вон на той дамочке, которая на отдых в Турцию гоняла, у вас очень специфические представления о том, как работает экономика. Почитайте пост главы теремка, который достаточно понятно объяснил, почему тот же самый теремок Макдональдс с экономической точки зрения нам не заменит. Поэтому, если финансовые проблемы пока еще очень узкой прослойки населения вас радуют, ну порадуйтесь, запишите видосик про косарей и уборщиков. Только вот, когда окажется, что вы тоже звено в огромной цепи мировой экономики, вот тогда уже будет не до смеха. На прошлой неделе паблики, связанные с Ютубом, с каким-то остервенением обсуждали факт того, что Милена Чижова, ну помните, М это Милена, Милена это М, устроилась работать курьером в Яндекс. Ха-ха, курьер, из блогеров курьеры. И вот эта неадекватная по факту реакция меня максимально удивила. Человек устроился на работу. Нужны деньги? Идешь работать. Все предельно просто. Работать не стыдно. Стыдно смеяться над человеком, который пытается честно себя обеспечивать. Да, многие старожилы Ютуба в последнее время получали очень мало. Еще до отключения монетизации. Изменилась публика, поменялся контент, ТВ пришло в сеть. Естественно, именно по таким блогерам отсутствие монетизации ударило в первую очередь. Но повторю, не волнуйтесь, другие сферы тоже не за горами. Детки, пишущие гадости. Если предприятие ваших родителей закроется, они тоже пойдут искать работу. И представляете, в условиях финансового кризиса новое место может оказаться гораздо менее привлекательным. Ничего личного, просто рынок. А вообще вся эта ситуация с монетизацией в очередной раз подсветила отношение многих людей к творческим профессиям. Фотограф, художник. Че, бесплатно сфоткать или нарисовать не можешь? Сложно что ли? Вот шахтер, это работа. А палочкой размахивать перед оркестром. Фигня на постном масле. Почему я должен платить деньги за фоточку, если я сам могу точно такую же сделать? Ну так сделай. Перед вами сидит человек, у которого в детстве никогда не было карманных денег. Ну вот в такой семье я родился. Я работаю с седьмого класса. Хотя, может быть, с восьмого. Я знаю, как нелегко зарабатывать деньги на обычной работе. Хотя не уверен, что монтажер видео это какая-то необычная работа. И я точно не буду утверждать, что блогер сложнейшая профессия на свете. Нет. Но есть один очень важный момент. Вам никто не запрещал делать то же самое, что и все эти инстаграмщицы. Если какая-то работа кажется вам максимально простой и безумно прибыльной, вопрос. Раз все именно так, что ж вы не там в финансовом потоке? Как всегда, сплошные вопросы. Если вам понравилось это видео, то обязательно поддержите его лайком. Ну и самое главное, в настоящий момент, не забудьте подписаться на Телеграм. Ссылка в описании.